Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня четверг, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Первого Соборного Послания Святого Апостола Петра, глава 4 стихи с 12 до конца главы и 5 глава, первые пять стихов. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Возлюбленные, огненного искушения, для испытания вам посылаемого не чуждайтесь. Как приключение для вас странного, но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь. Да и в явление славы его возрадуйтесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны. Ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми он хулиться, а вами прославляется. «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь, ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Итак, страждущие по воле Божией, да, предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. Пастыри ваших, умоляю я, сопастыри, свидетель страданий христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и Бога угодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастыри-начальник, вы получите неувидающий венец славы. Также и младшие повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Итак, дорогие братья и сестры, мы вновь обращаем свой взор с вами на первое соборное послание святого апостола Петра. Апостол Петр сегодня, назидая Церковь Христову, говорит о испытаниях, которые видит Церковь перед собой. Он говорит об этом огненном искушении, чтобы вот это огненное искушение, посылаемое адресатом соборного послания апостола Петра, то есть христианам, многим христианам в разных частях Римской империи находящимся. Так или иначе, они в той или иной степени сталкиваются с этим искушением. Что это такое за огненное искушение? Ну, здесь можно говорить и о том, о той практике, когда христиан сжигали, их распинали, и тела их сжигали. То есть это буквально можно понять. С другой стороны, у нас есть в голове такое понятие, как ну вот человек, да, человек с твердой волей, твердым характером, добившийся успеха. Мы смотрим и говорим, что вот мы с ним, вернее не мы с ним, а он прошел огонь, воду и медные трубы. Да, вот огонь, это испытания трудностями, испытания скорбями, какими-то несчастьями. И для христиан, конечно же, это все было очень тяжелым испытанием, потому что христиан убивали, их мучили. Мы прекрасно это знаем из книги деяний святых апостолов. Мы видим, как становится церковь, какие искушения, какие страдания претерпевает церковь во время своего становления. И из церковной истории, из независимых языческих источников Римской империи мы знаем о тех мучениях, которые претерпевали христиане в первом веке, во втором, в третьем, вплоть до самого Миланского эдикта, когда христианство стало разрешенной религией, а потом и государственной. Соответственно, вот это огненное искушение. И как апостол Петр предлагает нам смотреть на это? Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы его возрадуйтесь и восторжествуете. То есть наше искушение, наше страдание – это соучастие христовым страданиям, и это повод для радости нашей. Радости не праздной и не… знаете, когда человек видит неизбежность, у него начинается истерический смех. Вот не о такой радости говорит апостол Петр, когда бывает какая-то неизбежность чего-то, кораблекрушение какое-нибудь или какое-то несчастье. Мы видим, что неизбежность гибели нас ожидает, и кто-то мужественно действительно это встречает, а кто-то впадает в такую истерику, и смех у него возникает. Но здесь говорится о духовной радости, о радости того, что мы со Христом находимся и со Христом вместе пребываем. И окончательная наша радость будет в явлении его. Да и в явлении славы его возрадуйтесь и восторжествуете. Здесь говорится и о втором пришествии, что мы, мученики, восславим Господа в день его второго пришествия, и тогда истинная радость во всей полноте будет нами разделена вместе с Господом. Поэтому он говорит, что вот в этих искушениях, в этих испытаниях нужно достойно Христово учения вести себя. И об этом идет дальше речь. «Если засловят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо слава и Дух Божий почивает на вас. Теми он хулиться, то есть кто злословит Христа, а вами прославляется. Не убегать, не малодушие проявлять при этом, а славить Христа. Только бы никто не пострадал из вас, как убийца или вор или злодей». То есть нужно понимать, что страдания, страданию рознь. Одни страдают за Христа невинно, и они блаженны. А другие страдают за преступления, против человека, против закона. Убийцы, воры, злодеи. Вот они страдают неблаженно. А если как христианин ты страдаешь, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. То есть не считай себя равным злодеем. Ты не злодей. Ты блажен, ибо страдаешь за Христа. Ибо время начаться суду с Дома Божия. С Дома Божия, то есть с народа Божия. Если говорится о том, что Господь говорит, если праведник едва спасется, то нечестивый и грешный где явится? Поэтому мы должны блюсти себя в чистоте и святости. Итак, страждущие по воле Божией, да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. Предать душу. Буквально на самом деле это довольно-таки сильные слова, и очень сложно их принять нам. Мы так любим жизнь. Благодарим Господа за этот великий дар. Но мы должны быть готовы предать души свои, делая добро. Да, с одной стороны мы можем говорить о том, что это метафорический, символический текст, говорящий нам о том, что мы должны полностью, каждый день в своей жизни отдавать себя служению заповедям Божьим и Господу Богу, делая добро. С другой стороны, предать души свои Господу, во многом это и во времена, в эпоху написания этого текста, это было и буквально умереть за Христа. Далее говорит о апостол Петр, о пастырях, говорит о том, что нужно пасти стадо Божие, надзирая за ним непринужденно, но охотно и Богу угодно, без корысти. Да, то есть действительно служение пастырское, это великое служение, это великий дар, и здесь не должно быть корысти, здесь должно быть живое желание послужить Господу. И не господствовать, то есть не подстраиваться, не насиловать это творение Божие, это создание Божьего, церковь Божия, не насиловать ее своим бесправным, беспутным поведением, не уничижать народ Божий своей властью, своей гордыней, а пасти стадо Христово со смиренно мудрием, о чем и призывает, к чему и призывает нас сегодня апостол Петр, завершая сегодня свой отрывок, говорит, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Эта мысль рефреном звучит как у апостола Петра, так и у апостола Иакова. И в Священном Писании мы часто это встречаем. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Поэтому наш путь к осмирению и к спасению – это покаяние и смирение своей гордыни, своей гордости. Вот к этому, дорогие братья и сестры, будем стремиться. Итак, будем молиться. И помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. Когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова